Девушки отдыхают «Жить» приглашают вас в путешествие по удивительной железной дороге по берегу озера Байкал. Адель специально отправился в путь на поезде, чтобы показать вам прекрасные места удивительного озера нашей планеты. Посмотрим? Девушки отдыхают Привет, ребята! Сегодня мы с вами отправляемся путешествием по уникальной железной дороге. Мы увидим красоту Байкала и удивимся мастерству строителей. На этом мне кажется, что Байкал никогда не бывает одинаков. Иногда он тихий, как спячий ребенок, иногда веселый, как жеребенок. Иногда величавый, как проживший много лет человек. Не зря его называют дедушкой Байкалом. А знаешь, ты прав, ни один ученый еще полностью не разгадал его тайн. Легенды прошлых времен рассказывают о поклонении озеру местного населения. Нельзя пренебрежительно о нем отзываться, громко ругаться на его берегах, что-то бросать или плевать в озеро. Надо уважительно говорить о нем море. А известна ли история о Байкале, связанная с сокровищами? О, сколько угодно! С озером связано множество историй о богатствах. Одна история гласит, что в середине девятнадцатого века из Иркутска ехал почтовый обоз с мешками серебряных монет. Была зима, Байкал был покрыт некрепким льдом. Под повозкой лед проломился. Через несколько месяцев повозку подняли со дна, но мешков с монетами в ней не оказалось. Круглобайкалка, как называют эту дорогу местным жителям. Один из самых излюбленных туристических маршрутов по южному берегу озера. Настоящее чудо. Все это было построено глухой тайге и вручную. Говорят, что сроки строительства масштабного и сложного проекта были очень короткими. Пробивали тоннели в основном вручную с помощью дрысчатки. На каждый километр пути в среднем израсходовано по целому вагону дрысчатки. Самая короткая по протяженности дорога оказалась самой сложной по особенности строительства. Почему? Потому что здесь горы и очень сложные геологические условия. На современной круглобайкальской железной дороге, представьте себе, осталось 38 тоннелей. В таких больших тоннелях для безопасности движения поездов была даже колокольная сигнализация. На этой особой дороге все было особое. Работа очень сложная, но интересная. Появление этой дороги связано со своением Тибири. Она строилась по приказу императора Александра Третьего. Когда строительство дороги закончилось, на станции Слюдянка построили мраморный вокзал. Его стены из белого местного мрамора. Наше путешествие подошло к концу. Буду с нетерпением ждать наше следующее Третье. А у меня есть еще много интересных фактов. В запасе. Необычная железная дорога на Байкале привлекает множество российских и зарубежных туристов. Прокатились по ней сегодня и вы. Путешествуйте с программой «Давай дружить» и вы побывайте в самых живописных уголках нашей страны. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok